Наисти открытый эфир. Здравствуйте. Сегодня в студии у нас депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Луговой. Андрей Константинович, я вас приветствую. Да, добрый день. Давно не виделись, а именно в феврале мы последний раз с вами встречались. Ну и сразу вопрос. Возможно, что-то произошло в вашей жизни, в том числе политическое за это время? Ну, ничего сверхъестественного не произошло. Мы активно работаем в Государственной Думе. И лично я работаю, и фракция ЛДПР работает. И считаю, делаем это вполне успешно. И стараемся выполнять наказы избирателей, которые перед нами были поставлены на прошлогодних выборах. Ну вот сейчас Госдума нового созыва, можно сказать, что уже год проработала. Как оцениваете эффективность нового состава? У вас опыт большой. Можете спокойно это сделать? Ну да, я действительно третий созыв. И я неоднократно уже отвечал на этот вопрос журналистам. Я считаю, что нынешняя Дума более работоспособная, более дисциплинированная и, на мой взгляд, более демократичная. Значит, я считаю, что те решения, которые были приняты депутатами в начале прошлого созыва, а именно это усиление ответственности и дисциплинированности депутатов при посещении, прежде всего, она, конечно, серьезное влияние оказывает в целом на работоспособность Государственной Думы. И что еще характерно, я при нескольких председателях Госдумы работал, это был Игрызлов, Нарышкин и Володин, надо отдать должное председателю Думы, что он дает всем фракциям максимально выговориться и максимально делать какие-то предложения и выступления. У нас очень часто по ряду вопросов записывают очень много выступающих. И раньше была такая, я считаю, не очень правильная практика, когда давали выступать только от фракций, ну, чтобы время сократить или еще что-то. На сегодняшний день, я считаю, такой существует достаточно серьезный плюраль изменений. И много задаем вопросов, много выступаем. И по многим законопроектам, которые, может быть, должны были, учитывая большинство Единая Россия в Думе, должны были проскакивать как по маслу, на самом деле они серьезным образом корректируются. И это заслуга в том числе ЛДПР, которая, на мой взгляд, как и прошлый созыв, и позапрошлый созыв, пожалуй, и самая активная фракция. Хорошо. Вот вы сказали, что этот созыв стал более демократичным. У меня сразу просто последние новости, буквально это было вчера, показывали законодательное собрание Петербурга, где даже дресс-код на костюмы введен. Это так высмеивается журналистами. В нашей Госдуме такого нет? Мне кажется, дресс-код – это очевидная вещь для политика, если речь идет о заседании в Государственной Думе. Поэтому я всегда был сторонником того, чтобы Госдума – это костюмы, это светлые рубашки, это галстуки. И, в принципе, кстати говоря, в Госдуме практически все придерживаются этого. У нас были отдельные персонажи, депутаты прошлого созыва, в частности, Пономарев, который мог прийти в джинсах, в свитере, и это, конечно, не украшало депутата и его отношение к окружающим его коллегам. Хорошо. Ну вот год они проработали, да? И вы в том числе, естественно. Какие бы законопроекты вы отметили, которые были разработаны и приняты за этот промежуток времени? Ну, вы знаете, я, наверное, скажу о том, может быть, те законопроекты, которые в прошлом созыве принимались, но по инициативе ЛДПР, и которые на сегодняшний день достаточно начинают себя проявлять. Один из законопроектов, который был принят по инициативе фракции ЛДПР, где я был лично автором закона, это так называемый «закон на гугл». Речь шла о том, чтобы западные компании, как и российские компании, платили налог на добавленную стоимость при продаже электронных услуг, условно говоря. И в этом смысле представители нашего российского бизнеса находились в более худшем положении, и такие компании, как «Гугл», «Эпл» и многие другие монстры такого интернет-пространства, они, конечно, пользовались в этом смысле привилегированностью. Так вот, в результате принятого закона на «Гугл», вот буквально вчера или позавчера, по-моему, руководитель налоговой службы Мишустин заявил, в бюджет поступило дополнительно 7 миллиардов, при том, что это сделано ими добровольно. Мы еще не предлагали поправки в законопроект, которые будут ужесточать требования к западным компаниям. Но, тем не менее, мы наблюдаем, и многие, кстати говоря, критиковали нас тогда, что мы это предлагаем. Цены не поднялись, а дополнительно в бюджет за счет закона, который был принят по инициативе фракции ЛДПР, 7 миллиардов рублей, которые будут направлены, безусловно, в том числе и на социальные нужды. Есть большая, я считаю, заслуга в ЛДПР. Это в том, что, во-первых, мы сейчас приняли бюджет налоговый, мы традиционно голосовали против, в этот раз мы голосовали за, и нам, естественно, задают такие вопросы. Почему? Почему? Во-первых, потому что в течение 10 лет мы несколько раз выступали инициаторами за законом и требовали, что минимальный размер заработной платы соответствовал прожиточному минимуму. У нас в Трудовом кодексе это и записано, но есть сноска, должен быть принят специальный закон. И мы предлагали такого рода законопроекты, которые не принимали. Ну и, наконец-то, сейчас такого рода законопроект принят, в том числе и благодаря усилиям фракции ЛДПР. В 2018 году минимальная зарплата должна быть не ниже 80% от прожиточного минимума, а в 2019 году соответствует 100%. Я считаю, это серьезное продвижение вперед для того, чтобы наши граждане, которым сложно с работой, которые не могут, имели возможность как минимум прожить эти деньги. Ну и плюс мы поддержали этот законопроект, потому что были во втором чтении приняты ряд серьезных поправок, а именно мы добились увеличения финансирования сельского хозяйства на 17 миллиардов, здравоохранения на 11 миллиардов рублей и образования на 7 миллиардов. Поэтому мы и поддержали бюджет на будущий год. Хорошо, но вот меня тут заинтересовало, вы упомянули важный аспект такой, как вот антигугл, да, вот этот вот законопроект. Не антигугл, а налог на гугл. Ну, налог на гугл, рядышком. Рядышком. Вот, и тем не менее, сейчас же очень на слуху законопроект об объявлении СМИ иностранной, иностранными агентами. Как вот вы эту ситуацию видите? Что здесь для вас важно? Ну, для меня важно то, что, ну, во-первых, президент уже подписал этот закон, и он вступает в силу. Для меня важно то, что мы адекватно и зеркально поступили по отношению к тем действиям, которые предприняла администрация. Вообще трудно было бы, кстати, представить, какую большую рекламу можно было сделать нашему телевидению, как это сделали Соединенные Штаты Америки. И Russian Today, и вот Спутник, телеканал, который транслирует. Ну, и то, что мы предложили также иностранным телевизионным компаниям соответствующим образом отчитываться перед властью в России, я считаю, это абсолютно правильно. Ну, в Госдепе же заявили, что этот ответ России вообще неадекватный. Ну, вы знаете, Госдеп очень часто врет, именно рассчитывая на то, что люди, на которых рассчитано это заявление, как правило, не очень глубоко в курсе того, что было принято, а что было не принято. Такое маркетинговое действие Госдепа, знаете, как в известном произведении Ильфа и Петрова «Сам дурак». Вот это из этой серии. Хорошо. Бог с ней и с Америки. Давайте вернемся к нам, а именно в Иркутскую область. То есть, вы дали оценку, как депутат, действующий этого нового созыва Госдумы, как работают депутаты от Иркутской области? Насколько, может быть, их стоит похвалить? Насколько-то, наоборот, покритиковать? Ну, знаете, я считаю, что в этом созыве депутаты от Иркутской области более между собой консолидированы, чем было прежде. Это особенно просматривается на основе тех идей, которые рассматриваются в Госдуме вокруг озера Байкал. Создана рабочая группа, где участниками этой рабочей группы являются все депутаты от Иркутской области. И не только во время заседания этой рабочей группы, но и во время заседания, в кулуарах, в неформальной обстановке эти вопросы обсуждаются. Такого не было. Группа Байкал была же еще раньше. Она была, но сам понятно, что группа Байкала не только иркутяне входит, но и представители Бурятии. Но я имею в виду, вы спросили про депутатов Иркутской области. Я считаю, что в этом смысле, и, во-первых, активной, я ничего не могу сказать в целом, существует некая консолидированная позиция по ряду моментов, которые имеют отношение именно к Иркутской области. А что бы вы добавили к их работе, как опытный депутат? Может быть, какой-то эффективности, чтобы прибавилось, что-то нужно сделать? Что бы я добавил? Вы знаете, губернатор в Иркутской области коммунист. Я представляю фракцию ЛДПР. У нас представлена фракция Единой России в Думе. Ну так вот, кроме нас, собственно говоря, действующую власть в Иркутской области никто не критикует. И несмотря на то, что Единая Россия проиграла выборы губернаторов, я вообще-то не слышал ни от одного действующего депутата хоть какой-то элемент критики в адрес действующего губернатора. Вопрос коммунисты и Единая Россия. В чем проблема? Ну, это говорит либо о нерешительности, либо неискренности, либо потому что, может, какие-то интересы есть у депутатов от Единая Россия здесь, на территории, не только связанные с политикой. У нас никаких интересов, кроме интересов избирателей здесь нет, поэтому мы занимаем очень прагматичную, спокойную, без неврастении позицию. И, кстати говоря, выборы последние, которые состоялись в сентябре, выборы муниципальные, я должен сказать, что давно не было таких выборов в Иркутской области. Была, значит, вот у меня здесь справка, муниципальные выборы прошли по 2818 депутатов, то есть было более 3000 вакансий, нечасто такие выборы проводятся. Я считаю, что мы выступили очень неплохо, мы увеличили количество и избранных глав, и количество депутатов, различных муниципальных образований. Особенно хочу, конечно, нашу убедительнейшую просто победу отметить в Ушаковском районе Иркутского района, где и глава наша, кстати, координатором был ЛДПР Виктор Галецков, молодец, блестяще обошел прежнего главу, который представлял коммунистов. И самое интересное, что в Думе Ушаковского района из 10 человек 6 депутатов от ЛДПР выдвинуто, и один был самовыдвиженец, который тоже сторонник ЛДПР. То есть 70%. И я думаю, мы продемонстрируем все области, что наши представители ЛДПР в конкретно взятом муниципальном образовании, в районе покажут эффективность своей деятельности. А это важно. Ну вот в целом, у вас есть аналитическая справка какая-то, если уж вы задели тему прошедших выборов, то в целом, как вы бы оценили, какие люди пришли к власти сейчас на местах? И насколько важно, какие люди на местах сейчас, в маленьких муниципальных образованиях? Ну, люди пришли... Я бы не говорил, что пришли какие-то другие люди. Потому что муниципальные выборы отличаются тем, что их выдвигают непосредственно. И голосуют... Ну, впрочем, всегда голосуют люди, но здесь такая очень наиболее чувствуется связь между избирателями и тех людей, которых они выдвигают. Потому что они живут среди них, потом поселки. Вот. Ну, конечно, интересных случаев есть. Вот у нас есть глава один, который от нас избирался. Он избран в одном из поселков Тулунского района, где от поселка до Тулунского района 170 километров. Избирателей всего 75 человек. Вот он выиграл, сам того не ожидая. Ему вручили торжественно УАЗик. И вот он последнее все время периодически звонит нам, естественно, в партию здесь, в региональный день с просьбой тем помочь, тем помочь. Потому что у него ни денег, ни возможности, ничего нет. Поэтому, конечно, это лишний раз и нас заставляет задуматься, когда мы получаем глав в наиболее отдаленных районах, в небольших поселках. Нам самим приходится, конечно, сталкиваться с теми проблемами вот на самом таком низком муниципальном уровне. Все это вы сами узнаете таким образом. Мы теперь, да, конечно, ближе узнаем. И выборы помогают нам своих людей продвинуть. Ну, и быть, понимать, как строится жизнь вот совсем там на муниципальном уровне. Ну, вот вы тоже также задели тему областной власти, да, региональной. Два года действует действующее правительство. И как бы вы оценили, какие-то проблемы оно испытывает или, наоборот, успешно их решает? Ну, я буду объективен. Я не могу говорить об успехах. И вряд ли кто может об этих успехах сообщить. По крайней мере, они не очень наглядны. Скандалы, которые были за последние два года, да, это вокруг аэропорта, по-моему, вопрос так не до конца решенный. Плюс, значит, определенное финансирование было выведено из целевой программы. С другой стороны, конечно, нельзя сказать, что положение катастрофическое. Я тоже здесь буду объективен. Но, по крайней мере, на мой взгляд, на мой взгляд, как бы мы к прежнему губернатору критически не относились, Кирощенко, часть того, что область продолжает плыть, во многом зависит от тех решений, которые принимались на прежнем уровне. Ну, еще прежним губернатором и, в целом, тем законодательным собранием, которое работало. Ну, вот, я уже говорил неоднократно. Мне когда задают вопрос, что бы вы как бы покритиковали, а мне даже говорить нечего, потому что, понимаете, либо критиковать, либо хвалить на то, что делается, знаете, какая-то такая стагнация в Иркутской области происходит. Стагнация? Да, я бы стабильностью это не назвал, а какая-то общая пассивность во всем. Пассивность? Ну, вот, действующее правительство, например, достаточно гордится, что ли, бюджетом, который сейчас принимается, на три года он рассчитан уже, то есть, показатели там очень хорошие на фоне страны, как утверждает правительство? Ну, мы с бюджетом области еще поработаем, посмотрим. У меня сегодня встреча как раз с депутатами ЗАГСа Брания, и я думаю, мы этот вопрос как раз собирались обсудить. Я в этом смысле ничего не могу сказать ни за, ни против. Ну, хорошо, тем не менее, раз у вас сегодня уже одна встреча, которую вы уже отметили, будет. Вы в Иркутске, и, собственно, какие цели, какие планы вообще по нашему региону на этот раз? Ну, это классическая региональная неделя, встреча с избирателями, встреча с представителями партии, но обязательно, конечно, в пивовариху пойду к нашему прежнему координатору, который стал главой. Он уже два месяца исполняет обязанности, хочется его послушать, ну и понять, какая поддержка нужна, и помощь. Как помощь мы будем оказывать всемирную и поддерживать его, и всем шумом, в том числе на примере этого муниципального образования, призывать людей голосовать за ЛДП. Хорошо. Этот год также еще отмечен у нас, как год экологии, вот под брендом экологии прошел. И Иркутская область, это, ну, ой, как касается, на самом деле, да, чего стоит только проблема вокруг вот нашей центральной природоохранной зоны Байкальской. И здесь, в том числе, очень много зависит как раз от Государственной Думы, о том, что законодательство действующее, по сути, надо менять, или как минимум вносить поправки. Ну, да, я с вами совершенно согласен, потому что, когда принимались соответствующие решения в отношении водоохранной зоны, конечно, в первую очередь думали о природе, о Байкале, но, к сожалению, в последнюю очередь подумали о тех людях, которые там живут. Да, да, да. И, да, и вот, и вы знаете, у меня летом, у меня большая поездка была по Ольхонскому району, мы встречались с главой, с людьми, там, вообще, столько проблем с землей, с регистрацией, с получением разрешения на строительство, с, значит, с вопросами канализации, водопровода, ну, это целая история. Поэтому было подготовлено три законопроекта, пока ни один даже не выносился. Да, но они готовы. Вот сейчас как раз рабочая группа Байкала этот вопрос в том числе рассматривает. Поэтому я рассчитываю, что в ближайшее время законопроект будет. Ну, и вторая проблема, кстати, мы занимаемся, у нас почему-то никто этим прежде не занимался, есть серьезное ртутное захоронение в Уссуле, более тысячи человек обратились, мы начали в этой истории разбираться, значит, оказалось, что, в принципе, под это выделены достаточно большие деньги, они никем не осваиваются, потому что не готова никакая документация. На сегодняшний день, по тем ответам, которые мы получили с Министерства природных ресурсов, разрабатывается проект утилизации вот этого захоронения, отходов, он находится, ну, по-моему, то ли в Красноярске, то ли в Новосибирске, там готовится проект. Мы держим это дело на контроле и рассчитываем, что, ну, по крайней мере, в следующем году, наконец-то, будут предприняты уже конкретные шаги, будут выделены деньги на то, чтобы это сделать, потому что, ну, ртуть является одним из самых опасных, конечно, таких химических элементов, и это вредно сказано здоровье людей, на детях, поэтому этим надо заниматься. Вы упомянули и федеральное министерство. Да, да, в том числе, но деньги-то будут выделяться на федеральном уровне на это. Но здесь региональная власть должна соответствующую инициативу проявлять, потому что у федерации много проблем. Иногда федерация забывает про конкретно взятый регион, а здесь надо о себе чаще напоминать. Вот все-таки хочу более подробно на Ольхоне остановиться, тем более, что вы там были недавно. Вот региональное правительство уже, ну, насколько я в курсе, рассчитывает финансирование, расходы, так сказать, на строительство автодороги по Ольхону, потому что там же не автодорога, там же сейчас направление, так сказать. Да, там направление, да, учитывая, что там тоже нельзя соответствующие... Да, стройки вести нельзя, как бы, и ничего нельзя. Вы говорите, законопроекты еще лежат, людям надо жить. И каким образом, то есть не получится ли так, что опять потратят деньги на различные проектные документации, а потом все это не сдвинется с места? Ну, я думаю, если деньги будут под... Нет, я считаю, что разрабатывать надо, не надо стоять на месте, потому что мы просто потом потеряем время, потому что я думаю, что соответствующие изменения в закону будут приняты. Потому что все понимают, очевидно, и об этом президент, кстати, заявлял, по-моему, в августе был. И я думаю, что здесь как раз региональное правительство должно проводить инициативу. То, что можно сейчас проводить, не нарушая закон, надо делать это обязательно, с тем, чтобы получив соответствующие изменения и получив разрешение на те или иные действия, уже достается папочка соответствующая с проектом, с обоснованием, готовятся деньги, проводятся тендеры, конкурсы, и уже потом начинается работа. Ну, то есть у нас такой оптимизм должен присутствовать у жителей нашей области. Ну, конечно, это надо показывать жителям, в том числе людям, которые живут вокруг Байкала, чтобы у них было там хорошее настроение. А вы не в курсе, как там ситуация сейчас у нас по Братску, по Усть-Илимску, брачане вот опять жаловались, что выбросы от заводов... Слушайте, ну, они всегда жалуются и правильно это делают. Другое дело, позиция братской власти, значит, они в определенный момент, значит, шум поднимают, потом вдруг шум стихает. Ветер в другую сторону подул. Либо ветер в другую сторону подул, либо собственники и менеджмент предприятий, которые загрязняют, начинают проявлять какую-то такую социальную активность. Я с этим только могу связать. Ну, к сожалению, я даже не понимаю, какие пути могут быть для того, чтобы в Братске это лишить. Либо все это закрыть, тогда город существовать не будет. Ну, понимаете, здесь из той серии, что раньше было, яйцо или курица, или что потом будет. Вот. Здесь, мне кажется, надо со стороны мэрии, Братска, по отношению к этим предприятиям занимать более жесткую позицию. И несоглашательскую. Я планировал быть в Братске, и, значит, более того, с Братска приехали депутаты Братска в городе дома, сюда, в Иркутсус, для того, чтобы мы встретились и обсудили там ряд животрепещущих вопросов. Этот вопрос в том числе будем поднимать. А какие еще животрепещущие вопросы у нас у Севера? Животрепещущие вопросы не только у Севера, но и у Северной Иркутской области. Это через год выборы в законодательные собрания, и мы уже начинаем подготовку. Мы уже настраиваем членов нашей партии на очередные выборы. Мы уже думаем на тем, какую выстраивать стратегию, тактику. Мы уже проводим, беседуем с нашими представителями, с нашими партийцами, кого мы будем выдвигать в списочный состав. У нас сейчас в списке в региональном три человека, все остальное будет определяться по округам списки, ну и плюс адамандатники. И мы очень серьезно настроены, чтобы улучшить наш результат. У нас сейчас четыре депутата ЗАГС собрания, мы рассчитываем на семь человек, как минимум, это как минимум вообще. И мы имеем все шансы очень серьезно продвинуться в этом. И что это даст жителям? Вот это у вас политика сейчас. А что даст жителям, если бы всем человек... Ну, вы знаете, чем разностороннее и разнообразнее представлен парламент, тем больше возможностей влиять на те или иные решения. У нас уже почти 10 лет привилегирует одна власть, власть Единой России, большинство. Нас, конечно, слышит ЗАГС собрания и по нашей инициативе, по инициативе фракции в ЗАГС собрания, в том числе принималось ряд законов, проводилось ряд расследований, ряд слушаний. Мы привлекаем внимание к самым таким острым вопросам. И учитывая, что наши депутаты не связаны ни с бизнесом, ни с какими-то иными интересами в Иркутской области, мы можем информацию от наших избирателей нанести ту, какая есть, независимы ни от чего. К сожалению, и в Компартии, и в Единой России налицо очень много представителей бизнеса, которые имеют свой бизнес-интерес внутри региона. А значит, они зависимы от этих вопросов. А мы независимы. Поэтому мы более честны. Вы состоите в Госдуме в Комитете по безопасности и противодействию коррупции. Эту тему мы уже обсуждали в прошлый раз. Но, тем не менее, событие такое произошло. Мы с вами его уже упомянули. Телефонная атака была на страну. Очень много городов пострадали. Что это было? Это что было? Это можно в прямом смысле это слово рассматривать как определенная степень проявления терроризма. И в этой связи у нас в Комитете подготовлен законопроект об ужесточении статьи, как раз 206-я статья за такой, так называемый, телефонный терроризм. Дело в том, что в прежней статье этот вопрос рассматривался как хулиганство. Оно как хулиганство рассматривалось с этой точки зрения. А учитывая, какой массовый разгул это приобрело за последние полгода, можем говорить, что это уже целенаправленные акции, которые проводят преступники. Поэтому будет изменяться и статья, будут другие квалифицирующие признаки и будут рассматриваться вопросы, в том числе связанные с тем ущербом, который наносится. Я уж не говорю о той панике, которая пытается этим самовыводиться. Требует это серьезная техническая оснащенность, к сожалению, дорогостоящая развитие интернета. Всего остального сложно, конечно, находить людей, кто этим занимается. Но, тем не менее, наши правоохранительные органы проводили такое совещание в Комитете по безопасности. Полный оптимизма, что с этим удастся всеми доступными методами бороться. Одна из версий была, то, что это из-за рубежа проводилась атака? Нынешние технологии позволяют проводить это, возможно, из Москвы, но как будто бы из-за рубежа. Мы, когда несколько лет назад приступили к тому, чтобы как-то регулировать интернет, подходили достаточно стандартно. Если что-то есть плохое в интернете, надо это заблокировать. Я сам был инициатором ряда законов о досудебной блокировке сайтов. Да, есть сайты, которыми ничего не остается делать, как их блокировать. Вместе с тем. И так, по этому пути шел весь мир. Но американцы сейчас, и мы присматриваемся к его опыту, изменили позицию. Они объявили и судом закрепили так новое называемое понятие сетевой нейтральности. Когда значит те, кто условно говоря контролирует интернет, не делают привилегий ни одному из провайдеров или сайтов. То есть американцы посчитали пока для себя, и мы этот опыт видимо будем изучать, они считают, что сейчас при наличии разного рода уходов от блокировок более эффективно вести контроль трафика, а не блокировки сайтов. Я чем дальше погружаюсь в эту тему, тем больше в этом понимаю, потому что условно говоря, если есть сайт какой-то террористов, может быть его со временем заблокировать, надо лучше провести его анализ, посмотреть, кто его посещает. И это сделать на самом деле несложно. Те, кто говорят о том, что это от государства потребуется и от частных компаний дополнительных финансовых ресурсов не правы, потому что есть понятие так называемое, как пример таргетированная реклама. Вы, наверное, сами обратили внимание, если вы в интернете в компьютере с вами работаете, вам необходимо что-то приобрести для семьи, детскую игрушку или подарок, то следующий ваш закон в интернете уже выходит. Поэтому провайдеров эта система работает, это специальные программы, и если обязать провайдеров давать соответствующую информацию, контролировать трафик, то, мне кажется, это будет гораздо больше пользы, чем блокировок. Цитата из вашего интервью. Контроль трафика открывает новые, более эффективные рычаги регулирования с использованием интернета. Мы обязаны этим воспользоваться. Совершенно верно. То есть, действительно, опыт американцев показывает, что это более эффективно. Более эффективно, поэтому мы иногда даже в средствах массовой информации наблюдаем очень часто, когда ФБР существовал обыски, захват каких-то людей где-то там, и потом читаешь, между строчек совершенно очевидно видно, что скорее это было связано с тем, что идет просто контроль трафика, когда говорят, вот в нашу частную жизнь власть. Никто не говорит о том, что надо, чтобы без решения санкций суда влазить в твою почту или слушать твои разговоры. Речь идет о том, что если есть сайт, значит, ИГИЛ, и есть трафик, то есть, кто заходит в него и смотрит, сколько времени, сколько раз в течение месяца. Вот это надо контролировать. А вот так заблокировали, но они другой найдут, они другой откроют. Создадут, господи, это тоже. Мы когда принимали законы, недавно с этим связанные, в том числе, и выступал мне с этим связи, мы для интереса вот с коллегами прямо вот в интернете вот ими набираем там, там некоторые сайты, не буду их рекламировать, связанные с терроризмом, но они выскакивают и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и пожалуйста, почему-то они не запланированы, не заблокированы. Потому что их, мне кажется, здесь мы где-то какую-то ошибку допускаем. Интернет такая непредсказуемая сейчас вещь, которая, мы не можем что-то решать, допускать ошибки, но тем не менее, надо работать. Ну, а кстати, вот говоря о коррупции и так далее, президентский законопроект о противодействии коррупции, он уже почти год тоже как бы в действии, как его оцениваете? Он что-то хотя бы принес? Ну, у нас не только год, у нас есть законопроекты и более, мы целый пакет законов по коррупции приняли. Но, судя по тому, как ряд депутатов Госдумы и ряд чиновников покинули свои места, говорит о том, что они, наверное, многие начинают осознавать, что нельзя заниматься госслужбой и бизнесом или какими-то другими вопросами. Прежде всего, вот эта необходимость декларирования, о которой многие расходы скептически относились, дают о себе знать. Ну да, если ты первый год декларируешь, второй, третий, ты как бы не думаешь. Когда проходит 5-7 лет, и ты делаешь какую-то там серьезную покупку и происхождение денег непонятно, ну, конечно, вызывает вопрос. А это, значит, говорит о том, что нужно время какое-то пройти, то тогда во власти все-таки будут находиться люди, которые посвятили себя работе на власть, вот, а не на свой карман. Это одно, но и, мне кажется, правоохранительные органы, мне кажется, сейчас точно их никто не сдерживает, и у нас нет неприкасаемых. Хорошо. Ну, продолжая тему интернета, в которой я так вижу, что вы очень хорошо ориентируетесь, подкованы, можно сказать. Вот в Госдуме сейчас обсуждается введение оборота криптовалюты, так называемых, бейкоинов. Вещь такая, как бы она на слуху, в средствах массовой информации, где-то, да, по телевизору, но вот сидят люди, нас смотрят, и, честно говоря, я уверен, что 90% не знают, что такое бейкоин и как им пользоваться, с чем его едят. Ну, должен вас разочаровать, что 90%, мне кажется, уже знают, что такое бейкоины и криптовалюта. И, я должен сказать, что в сентябре, в октябре, даже президент в этой связи проводил рабочее совещание, насколько привлекло внимание. Криптовалюта – это новая материя вообще. Трудно дать определение и обсуждая даже эти проблемы в Госдуме, мы первое, о чем говорим совместно с Центральным банком, а это и в том числе привилегия Центрального банка полномочия этим заниматься, мы говорим о том, что у нас даже нет юридических терминов, которые бы дали понятие определить, что такое криптовалюта. Это некая программа математическая, основанная на цепочке, так называемой блокчейн, которая позволяет которая создала некий продукт, который стоит денег и которым можно кстати в том числе и рассчитывать. Должен вам сказать, что Иркутская область для тех, кто занимается биткоином, является особо привлекательной, потому что те, кто не знает, я могу сказать, что вот этот продукт, некая продукт математической модели, который создается за счет работы компьютеров, может создаваться только в месте, где дешевое электричество. В Иркутской области самое дешевое электричество. Ну, потому что ее создание требует длительный, большой энергозатрат, который осуществляет компьютер. Компьютер речет не о маленьком компьютере, речет о целой системе компьютера. Это, по сути дела, есть такие компьютеры размером с контейнер морской. Ничего себе. И там по определенной технологии, с определенным алгоритмом выскакивают так называемые биткоины. Я даже не могу объяснить понятным языком это. А требует малой энергии. Я знаю, что в Иркутской области ко мне такого рода были обращения. Многие, кто приезжают, пытаются искать площадки, где, подключившись к электричеству, электричество не очень дорогое, подключая такого рода компьютеры, так майнить, производить эти биткоины. На самом деле, штука непростая. Я считаю, несущий определенный вред, определенные достоинства, но и вред для людей, прежде всего, потому что все это может закончиться так, как заканчивалось Мавроди и многие другие финансовые пирамиды. Полтора года назад, в марте 2016 года, биткоин стоил 500 долларов, позавчера он стоил на бирже 8,5 тысяч долларов. То есть, те люди, которые полтора года в него вложились, они уже и на бирже обогатируются. Они, это такие закрытые биржи, условно закрытые, которые на интернет-площадках. Понятно, что многие люди видят такой рост, могут последние свои сбережения на это потратить, а вот выиграют от этого они или нет, неизвестно. Вот как эти биткоины могут изменить жизнь обычного иркутянина? Они никак не могут изменить. Они могут изменить, мне кажется, в каком-то небольшом периоде времени можно на этом, конечно, заработать, но в длительном перспективе, конечно, только потерять. Поэтому это попытка создать электронные деньги, такие, знаете, ну да, это понятно, что электронные деньги... обеспечивается золотым запасом. И при этом не признаются никакие суррогаты денежные. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что криптовалюта является суррогатом, который в принципе значит, если она будет в оборот принято, будет подрывать вообще основы государства. Вот поэтому я не думаю, что это будет разрешено на территории у нас в России, но тем не менее, если использовать криптовалюту для создания таких инвестиционных продуктов, то это да. Вот есть у нас такое понятие IPO, где компании, которые имеют определенную такую прозрачную дилу структуру, могут и имеют право в свободной продаже продавать акции. Вот это с помощью криптовалюты может ввести такой реестр акционеров, который никто никогда не украдет, не обманет, не подделает, где невозможно какие-то рейдерские захваты и так далее. Человек, покупая, как их называют теперь, не акции, а токены за определенную сумму, никто никогда не сможет оспорить, что это ему не принадлежит. А собирая таким образом денег в компанию на основе криптовалюты, компания эти деньги уже будет инвестировать в какой-то уже проект живой, то можно участвовать в инвестиционных проектах. Понятно, понятно, что ничего не понятно на самом деле и будет ли это понятно, тоже неизвестно когда. Ну, наверное, вот заключительный вопрос. Буквально сегодня в заголовке аргументов и фактов прочитал книга Михаила Борщевского «Березовский против Абрамовича в лондонском королевском суде». Бьет рекорды популярности. Мне интересно, в курсе ли вы этого? Все-таки вы с Лондоном в определенных отношениях и с судом тем более. Я об этом не знал, вы мне сказали, но вообще не первая книга о Березовском, которая выходит за последнее время, еще вышла книга о Петравина, тоже о Березовском. Ну, мне кажется, просто действительно, чем больше времени проходит после 90-х годов, тем больше этот период времени вызывает интерес у людей. хотя большинство были участниками того времени, но в тот момент это не всегда адекватно оценивалось. Чем больше проходит время, но это всегда так, история так устроена. Это как сейчас на Вторую мировую войну смотрят, аналитики по-другому смотрят. Да, по-другому смотрят, поэтому сейчас по-другому начинают смотреть на 90-е годы, учитывая, что Березовский является одним из ярких представителей того времени, кто, по сути дела, и деньги зарабатывал, и властью управлял, то многие возвращаются мне кажется, не к оценке или не обсуждению самого Березовского, сколько через его личность к оценке того, что было в 90-е годы. Я вот так бы такую бы точку поставил. Но вы будете читать такое произведение? Я сегодня с удовольствием посмотрю и почитаю. Хорошо. Ну и последний вопрос такой, чтобы уже на хорошей ноте уйти. Команда ваша футбольная в Госдуме еще работает, еще играет? Да, играет. Правда, в этом году мы не заняли первое место в Госдуме, но заняем в будущем. Хорошо. А где можно посмотреть? Это как-то снимается? Может быть, в интернете? Это в интернете можно набрать, я думаю, в новостях футбола, ЛДПР и там будет. Хорошо. Андрей Константинович, я благодарю вас за эфир. Приезжайте к нам почаще, с вами интересно беседовать. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях в открытом эфире был депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Луговой. Всего вам самого доброго, обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok